Ну, вот этот вот вход на 60-метровый трамплин. Вот здесь вот спортсмены должны входить. Здесь в здании есть также зона отдыха для размещения спортсменов в зону ожидания, скажем, старта. Ну да, комната на 20 человек. Это компрессорная, отсюда подается вода, сюда вот наверх. Евгений Вашурин рассказывает о новом трамплинном комплексе. Сейчас готов первый из трех трамплинов. Уже готова судейская вышка, тренерская трибуна. В ближайшее время здесь будет установлен кресельный подъемник. Жемчужина Нижегородского трамплина – это керамическая лыжня. Сейчас мы ее, правда, не увидим. Она под защитной пленкой находится. На ней установлено специальное намораживающее покрытие, которое позволяет заниматься здесь круглый год, даже при температуре плюс 20 градусов. На трамплинах такой мощности. Это единственная керамическая лыжня во всей России. Тренировки можно было бы проводить уже сейчас, если бы не самоизоляция. Сейчас весь мир в ожидании, когда же закончится сложное время пандемии. В их числе и мы, нижегородские прыгуны, так как наш трамплин уже готов. И лишь карантинные меры не дают нам возможность открыть и проводить на трамплине тренировки. Этот 60-метровый трамплин должен стать хорошей базой, хорошим фундаментом для молодых спортсменов, для того, чтобы пробиться в основной состав сборной команды. Трамплинистов не зря называют летающими лыжниками. Прыжки на дистанцию за 100 метров здесь обычное дело. Эстетика и красота этого вида спорта потрясает. В советские времена был даже художественный фильм о мальчике, который мечтал прыгнуть с большого трамплина. В этом же фильме Леонида Мартынюка есть и нижегородский, то есть горьковский след. Готовится двукратный чемпион мира Гарри Напалков. Да, наша школа трамплинистов традиционно одна из сильнейших в стране. Во всех Олимпиадах с 1956 года в сборной СССР или России есть как минимум один наш земляк. В 1958 году открывается горьковский трамплин. Через год международные соревнования и 200 тысяч зрителей. Популярности прыжков с трамплина можно только позавидовать. В Европе после футбола наибольшее количество зрителей и самое время, скажем так, телевизионные передачи, прыжки проходят в прайм-тайм. Приходят на соревнования по 40-50 тысяч зрителей. Просто ставят ограничения по безопасности. Трамплин в Нижнем Новгороде ждут уже больше 10 лет. Кроме К-60 здесь появится еще два побольше. К-95 и К-125. Плюс трибуны на 10 тысяч мест. Это в будущем. Тоже в будущем, но гораздо более близком, международные турниры в Нижнем. У нас есть договоренность Международной Федерации, чтобы сертифицировать этот трамплин. После сертификации мы можем на этом трамплине проводить международные соревнования для юношей под эгидой Международной Лыжной Федерации ФИС. Если раньше спортсмены были вынуждены тренироваться в других регионах – Нижний Тагил, Чайковский или Сочи, то с открытием всего трамплинного комплекса все можно будет делать здесь. Это значит, что новые летающие лыжники из Нижнего Новгорода на Олимпиадах – вопрос ближайшего будущего. Александр Быков, Алексей Калякин. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok